Приветствую вас, Анастасия. Давайте разберем вопрос, который вы задаете, и стараемся на него ответить. Ну, во-первых, что я хочу сказать, это то, что согласен с коллегой Кудрячевым Игорем Леонидовичем во всем по поводу того, что он вам написал, да? Вот, и здесь ситуация именно такая, как написал мой коллега. То есть, действительно, вы во многом выполняете родительскую пункцию, вы во многом следуете именно родительской модели поведения. И, на мой взгляд, это является ключом к тому, что большая ситуация с мужем стала вот такой, какая она есть. Итак, значит, всё начато в местную жизнь, пишите вы, я работаю. А сколько вы вместе, не совсем понятно, да? Лет пять он ничего не делает, только играет в игры. Как появился ребёнок, друг подарил ему онлайн игру, и он завис там. Ну, вот здесь, вообще-то говоря, один из некоторых вопросов к вам, да? Насколько осознанно вы подходили, во-первых, к вопросу создания семьи, во-вторых, к вопросу постоянной отношения? То есть, насколько много общего у вас с вашим мужем? Что значит появился ребёнок? То есть, вы хотели ребёнка, он хотел ребёнка, как всё происходило. Дальше, он пять лет ничего не делал, и, в общем-то, играл в игры, непонятно, устраивал для этого. Особенно, если вы работали. То есть, тут ситуации достаточно неоднозначные, на мой взгляд. Дальше. Я работаю, он сидит с ребёнком, всё свободное время играл. Недавно завёл себе девушку по переписке в игре. Ну, смотрите, опять же, недавно завёл себе девушку по переписке в игре. Это говорит о его неудовлетворённости. И вот вы пишете, что вы его уличили, да? Ну, хорошо, вы его уличили, а как вы же сами расцениваете вот то, что происходит? То есть, что значит тот факт, что он завёл себе, как вы говорите, девушку по переписке в игре? Ну, и что это означает? И как вас это задевает? То есть, понимаете, вот есть такое чувство, да, и вы сами об этом, в принципе, пишете, что мужчина вас не ценит. Он на вас не обращает внимания, вы там находитесь в позиции идеальной девушки и прочее, прочее, прочее. Вы не уважаете себя, вы не уважаете себя в этой позиции, не чувствуете, что вы себя уважаете. Наоборот, вы как будто бы пересиливаете себя. То есть, как будто вы делаете это всё через силу. Вы надеете на то, что вас оценят, вас заметят. Но, правда в том, что когда люди делают что-то через силу, то их ещё больше обесценивают. Их близкие люди, их ещё больше обесценивают. Потому что, если человек делает через силу постоянно, он обесценивает себя и как бы показывает, как можно относиться к нему. Возникает вопрос. Возникает вопрос. Почему вы себя пересиливаете? Для чего вы себя пересиливаете? То есть, и пересиливаете, то есть, какую цель вы преследуете здесь? Семью сохранить, поддерживать, сохранять семью. Вы боитесь одиночества? Вот этот момент нужно рассмотреть. Дальше. Значит, начал обвинять меня, что я его контролирую. Готово от грязного белья и вообще в этой ситуации плохая я. Ну, есть типичная защита. То есть, вообще, мужчина ведёт сразу здесь, как ребёнок. Вот. И защищается, агрессирует, но... По большому счёту, за такой его реакцией скрывается внутреннее непринятие. Того, что он делает, с одной стороны. И с другой стороны, какая-то вот такая компенсация за излишнюю пассивность, что ли. То есть, вот есть ощущение, да, что человеку не хватает ощущения собственной значимости, не хватает чувства собственной значимости. То есть, мужчина в отношениях с вами не чувствует, что он вот что-то значит, что он чего-то стоит и прочее. Кстати, игры вот онлайн... Ну, игры любые, если человек играет вообще в свободное время, то... Вообще, ну, очень много играет, да, если человек... То игры, это следствие того, что человек пытается уйти из реального мира в мир виртуальный. И это значит, что в виртуальном мире он как бы получает то, что ему не хватает в мире реальном. Вот. Вопрос заключается только в том, что и что именно. Вот. Ну, вот. Его реакция, она... Эээ... Позволяет... Несколько раскрыть... Эээ... Этот момент, да, позволяет... Эээ... Увидеть этот момент. Вот. Вопрос заключается в том... Эээ... Как вы это восприняли? И поняли ли вы их? Что... Что это значит? Дальше. Эээ... Обзывал самыми плохими словами, я низко опущенный, зла и так далее. Ну, вот здесь, вы знаете, есть у меня такое ощущение, что здесь вы... Немножечко... 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 Мазохистское такое... Чувство... Испытанности... Рассказывая, как он вас... Как он вас обзывал. То есть, у меня появилось такое ощущение, что, блин, ну хоть так вот у меня внимание, да? Понимаете? То есть, это вот... То, что говорил мой коллега... Эээ... 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 Что... Вот у вас есть определенные сценарии. Но... Здесь... Ээээ... Сценарии проявляются не только в том, что я говорил коллегам. Но и в том, как вы получаете внимание. То есть, вам не хватает внимания, вы ощущаете попредственность в нем, и вы получаете это внимание вот таким вот, таким способом. Может быть, вы даже специально все это сделали для того, чтобы муж обратил на вас внимание, пусть и негативно, но хотя бы обратил. Вот. И для человека, который себя обесценивает, для человека, который себя пересилит, в общем-то, это едва ли не единственный способ удовлетворить потребность во внимании. Потому что, если делать что-то хорошо, если делать что-то позитивное, то, ну, люди обращать внимательнее внимание не будут. Вы сами могли, могли в этом убедиться, вот, собственно, работая постоянно, да. И все. То есть, понимаете, мужчина не видит в вас, женщину. Тяглова лошадь, да, видит. Мать своего ребенка, да, видит. Кормильца, да, видит. Но женщины нет. Дальше. Так, значит, при этом на предложение расстаться и жить в своей жизни вы говорите, что не уйдет, что любит меня, я просто выиграл, как человек. Ну, смотрите, во-первых, здесь есть некоторое противоречие. Потому что, с одной стороны, вы говорите, что расстаться не можете с ребенком, а с ребенком некому сидеть. С другой стороны, вы говорите, что предложение расстаться, он не захотел. То есть, как-то вот странно. Странно, да, противоречие. Это первое. Второе. Ну, 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 ваше, ваше предложение расстаться, оно, если честно, если честно, оно выглядит так, как будто вы сами не хотите брать ответственность за то, что происходит, а и просто хотите, чтобы мужчина вот сам эту ситуацию решил. То есть, вы хотите, чтобы он ушел сам от вас. Вот. Не ваша позиция, не ваше решение, решение будет стоять, ну, во главе, во главе угла. А именно, позиция мужчины. Мужина. Вот. То есть, почему-то здесь вы предлагаете именно, именно ему, а, уйти. и, не думая, в какой-то степени, да, не думая о, о себе. Вот. Дальше. Я не знаю, что делать, а что делать, чтобы что? Не пилила, не простовала, была идеальная девушка, играла, не обращала на меня внимания. Ну, правильно, потому что вы не умеете преподнести конструктивно то, что вы делаете для других людей. С другими людьми это воспринимается как, как само собой разумеющееся, да, и все. То есть, вы не цените то, что вы делаете, вы не цените себя. А, как только мне это надоело, слиться, дрепят нервы и оскорблят. Это зависит. Это, это, это зависит. Вы находитесь в зависимых отношениях. Вот, то, что написал мой коллега, да, по поводу детсказительской модели ваших взаимоотношений. Это зависит. Поэтому мужчина уходить не хочет, вот, и в то же время с вами он не счастлив. Вот, и вы тоже, вы тоже, вы тоже уходить не хотите, вы тоже боитесь, а, и с ним вы тоже не счастлив. Вот, это зависит. Вы, вы можете, а, изучить в интернете эту тему, тема созависимости, созависимости. Вот, и лучше поймете, а чем идет речь. Но это созависимость, созависимость. Так, уходить не уходит, а почему он должен уходить обязательно? А я в тупике, в тупике. Так, ну, эээ, психологическая игра, тупик. Эээ, посмотрите обязательно в интернете, эээ, так и напишите, психологическая игра, игра, тупик. Вот, это определенный такой психологический папер, вот, ну, правильнее будет сказать, поведенческий папер, направленный на то, чтобы люди вокруг приняли решение, чтобы кто угодно принял решение, но только не я. Вот, то есть, глобально вы сейчас этим понимаете. Мужчина решение принять не захотел, а вы обратились сюда. Мужчина решение принять не захотел, а вы уже, вы уже как-то предложили расстаться, жить своей жизнью. Выгод всегда магнитит. У меня работа кредитом. Вот, вот смотрите, эээ, по кредитам, я могу вам сказать, эээ, такую историю, что, такую вещь, что, эээ, кредиты, эээ, по общему правилу берут люди, которые, эээ, не влада, со своими личными, личными, границами, скажем так. То есть, береги-то берут те люди, которые не могут жить по средствам, а, в свою очередь, по средствам, эээ, не могут жить те люди, которые, эээ, ну, вот, не имеют личных, границ, границ, как раз. Такие. И вот, собственно, возникает направо. Эээ, проработаны ли, проработаны ли, эээ, проставлены ли ваши, ваши личные границы. На мой взгляд, нет, не проставлены, как минимум, потому что вы, ээээ, используете с кредитами. В этом, спрошу вас, понять меня правильно, что, я вас не обвиняю, вот, мне это, совершенно не нужно. Я, обратно, эээ, хочу, обратить ваше внимание на, вот, те вещи, которые мне кажутся важными. И все. Дальше. Эээ, значит, скажите, как вести себя, как вести себя, чтобы что, чтобы только, чувствуете меня, используете, давать морально. Ну, используете людей, у которых нет личных границ, эээ, с этим нужно работать. Да, вот, морально, это чувство вины. Вот, чувство вины, это взваливание на себя чужой ответственности и собственное личное безответственность. То есть, ну, вы не несете личное ответственность, по большому счету. Вы не заботитесь о себе, вы не цените себя, вы не любите себя, не уважаете себя. Ну, вместо этого вы испытываете вину за то, за то, что сделали, вот. При том, что вы игнорируете те желания, которые стояли у истоков того, что вы сделали, как бы обесценивая мотив. И это проблема. Дальше. Я признаю, что копаться в чужих переписках, это нехорошо. Но я чувствую, я чувствую, что меня обманывают. И еще. Как, во-первых, вы чувствуете, что вас обманывают? Это первое. И второе. И что дальше? То есть, ну, вот вас обманывают и что дальше? Что вам эмоционально изменяют? Кстати, эмоционально изменяют, это как вообще? Вообще, эмоциональная измена, это, что такое, эмоциональная измена? Просто вот, я не очень, не очень, этот момент, честно говоря, понимаю, что вы, что вы подразумеваете, это эмоциональная измена. Я, честно говоря, честно говоря, честно говоря, я не думаю, я не думаю, что мужчина, ну, ваш мужчина, да, я не думаю, что он способен. Вам, вам изменить, а, эмоциональная измена. А, эмоциональная измена. Вот. Я не думаю, так, если честно. Вот, потому что ваш мужчина, он такой, достаточно пассивный, как вот, не знаю, видели, видели, ну, заметили ли вы это или нет, но он такой, достаточно пассивный. Вот, и в общем-то, в этом случае практически полностью исключается какая-либо возможность, ну, возможность измены вам. Вот, поэтому здесь ситуация вот такая, примерно. Вот, ну, на этом, в принципе, всё. Опять же, очень важно Лалдис понять следующее. Очень важно понять, что конкретно, или точнее как, 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 конкретно вас это задевает то, что, ну, то, что человек делает. Понимаете? Это очень важно. Эм, на мой взгляд. Потому что именно то, как вас эта история задевает, влияет на поведение. на ваше поведение, в том числе, в том числе, в том числе. Вот. Поэтому, ну, с этим мы, наверное, разобрали. Вот. Такой ответ, я думаю, вам можно дать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго. Удачи! Надеюсь, что ситуация разрешится.